всем приветики 1 ноября ну отдыхаем да а что было ночью сегодня что было сегодня ночью короче я списываю все это на на хэллоуин потому что мои кошки по ночам себя так не ведут этой ночью был хэллоуин и наверное все эти нечистые силы выбрались со своих норок и мешали кошкам спать и кошкам и коле потому что коля тоже проснулся что-то кола бродил ходил то компот пил то еще что-то то курил короче ночь была у нас бессонная обычно у меня кошки просыпаются ближе к будильнику они уже по времени знают приходят мася может помурчать полежать лиса может там походить потоптаться ну то есть как бы не не будет но они уже активизируются сегодня ночью было за дверь их выгонишь за дверями мазька прямо кричит развивается пустите обратно никогда она так себя не вела вот ужасно отвратительно вас кто тут пугал вас кто тут пугал а тигнынские кошки тигнынские кошки в любом случае вас сильно все равно люблю даже если вы шарите даже если вы спать можете не давать ну что же делать я знала кого заводила я знала на что я шла до 7 у меня второй выходной попозже пойду к леночке шиншилла из души пообщаемся с леночкой пообщаемся там к родителям заскочу ненадолго я сейчас к ним езжу через день получается вот ну примерно через день надо два через день ну два дня я у них один день я не у них ну смотрим по обстакановке здрасте я думала ты выскочить хочешь тебя держат а тут зверь оказывается пойдем пойдем господи бедная собака костик уже маленький ты моя халюша я тебя не буду пугать и я тебя не буду пугать и привет мордочка совсем с узкой но другие отличаются ты меня понухай я взяла значит одуванчики календулу сушеные одуванчики любят да принимаешь гостинчики буду 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 так и грызу погрызуха никто не спит не саша кашу ест а дверь мы закрываем не дима может не дима на работе а это я туда не пускаю ну это правильно а то скажи вам там всем все разбомблю а увидела пакет на тебе еще так а календулу ты давала я вообще не помню тебе давала нету скажи я вот она на свободном выгуле ты девочка такая это вон туда она в туалет ходит да да у тебя такой красок сейчас календулу достанем скажи что там еще даешь да что-то такое есть у нас тут потяни буду я буду мне нравится бордель себе сама тут у нее так уютненько а это вот сено там да да это я и купила кормушку а вот это ты должна туда заморочиться только запихать а она уже продается сеном пока еще не учет она еще не все выколопала а это ты купила сено а потом надо будет туда его утрамбовывать это она будет и грызть эту стук а вон уже это липа уже прикольно такое не видела даже это у нас группа есть пэт-шоп они прям на дом привозят это где-то заказывала до этого корма да 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 мне тебя даже бумажка не выкинула ты когда приносила мне на полочке все снимается нам нужно помыть и ты батюшка москва посмотри как ей нравится вот это вот вот я я рада когда нравится скажи все мне условия создали только тебе халясь мы я думаю что колесо нормально конец ну да она вам греми до полотен чтобы не было этого зажимать иначе она не даст вот вот я тоже хотел сказать не снимать его просто но дима у нас же зажимать иди ко мне пойдет тюрьма ты ходишь только скажи не хочу я она вот так иди кое-что сейчас скажи да 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 конечно да конечно я побегаю тут воображаю немножко да ладно скажи матерь все равно поймает конечно скажи ой ты какая девочка ты любимая любимая такая маленькая чистенькая шубка чистенькая да да не 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 хочет не хочет векается пути девочка пути пивочка скажи ну чужая все-таки чужая это еще пойдешь гулять носиться пойдешь скажи разбудили сейчас набегусь потом буду шпаты она сама встала мать приходит с работы да вот она и выше она с нами саша завтракает она уже привыкла я прихожу с работы она гуляет ей надо гулять такая хорошенькая такая хорошенькая ну ручная-ручная вообще да у меня сушка сидела раньше так но это чтобы ее в руки взять чтобы так посадить да никогда в жизни что пойдешь еще сходничать сходничать тебе пустить можно можно тут уже все законопадщина ты публику скажи-ка себе а я не могу же я не могу сама везде а чего-нибудь их на дуванчиках находят она сено вот даю домашняя которая сама рвала она там прежде всего одуванчики удирает вот прямо одуванчики и свиньям главное этим одуванчики и черепахам всем одуванчики они же корькие что же нам вкусно да одуванчики и люцерна очень много кабачки кабачки мои не хотят кабачки ты будешь она спит уже это такое нас чудо я нагулялась я устала набегалась ты смотри она так уютенько укладывается все глазки закрывает можно комнату открывать оккупацию закроешь да или она будет не тут тоже все закупит а то есть она нагулялась она спит когда есть думается я буду ходить если то я ее заправлю нужно если что-то все законопатчина и батю тут тоже все 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 правильно супер гонок никуда не забежал в принципе с под кровать залезет ничего страшного но не они погрызли там у меня одеяло старые она грызет и я потом оттуда фиг вы выманешь это чудо чудо такое на засыпает просто и наподобливать что чужой человек стоит рядом все скажи и вот я нагулялась вот ей надо она свое взяла она взяла но днем-то не спя да видно немножко взбодрилась и сейчас боку мучила да уже покусала его все оттуда нет не хочет или не она там и да она и там и там ей где вздумается она там и туда и залезет она часто в гамак залазит голову свесит за нами наблюдает такая интересная маша спит она вот себя раскачает вот она себя укачивает тебя ю-баю девочка она не будет реагировать можешь ее качать она смеет ай люлю я сказал люлю не люлю ну ладно не от мира сего нет она совсем другая на человече на спасибо позаботился а ну у меня была она у меня была слушай такая маленькая я ее так любила вообще мне так она нравится мне была такая и темненько но то вот это я любила больше на у меня такая неприхотливая с этими с пульс картошиночками у тебя она такой детеныш да скажу вот но я очень ее любила а потом не помню чего потихоньку у меня погибло где-то на тралискансе я смотрю роза как у тети да тут морковка перчик вот это все наезд да а мою кабачки очень плохо едят так грызут кое-как кабачок ей вот с тыквы еще семечки вот эти тоже хорошо они любят по чуть-чуть ну да в ресторане прям тут тыква перец ой что за разноцвет ассорти запасли вкусняшки ты же рябину сушен везде ну какая-то рябина в этом году слушай она вообще гадкая ты посмотри что с ней происходит я ее приношу домой она вот красная и она тут же становится глянь черная видишь опять ну вот посмотри вот опять на выкид глянь она вся черная посмотри чернее тут же чернее а что с ягода я успела еще на сопках нарвать нормально там на сопках можно ну вот она видишь что с ней это привезли с этого с леса с этого замолочным там коттеджной поселке возле домов растет ну то есть как бы не в городе не в городе да там от дороги далеко и посмотри что с ней что-то вы первый раз в те годы не помню такого ну что опять я естественно что я эту я выкину ну браслет надо толка жалко да и бусины приданут потому что так ездили а веточки ну слышишь успели вы еще до мороза до снегов тут и ива тут и осина и березы ну что запах сразу такой классный да он мне так нравится лесом пахнет осина и тут и рябина ну вот эти тоненькие там будут как это зубами тык-тык-тык-тык в опилке я думаю что все правильное да Лена да 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 ну слышим вот это осина да вам надо до весны надо чтоб хватило зубы тать вот это осина ну таких палок на долго хватит она будет ее брызть и рябина и такие дубины дубинал еще одна да боже какая классная а тут дырка у нее да она тоже такую подарили мне ааа не дострачили наверное все классно такая с крышками ой с оской мягенькая ты спишь с подушками или просто ставишь их для красоты спишь как я сплю да а сейчас законопальчивая Дуся еще как бы получается дополнительный дополнительный да у нас тут зима не парушник тут тут вот видишь Дуся уже ходит же у нас боже бедный у него хвостик вот смотри там уже ничего не осталось в этом хвостике а шею ты мою скажи Витя а шейка уже облазит да ну да ты бедный ребенок скажи старость не радость не укусишь меня нет скажи я просто пытаюсь понять скажи что там что ты что ты такая скажи что там дают скажи что не дают скажи а тут Дуся его скажи намучила скажи ты какой то упринешь лишь и на чему она до мной издевается тут немножко немножко чут чут закрывать нее чеснок а то я вот еще вампиров собралась гонять чеснок то лопаешь у тебя здесь не надо здесь боеньки а ты ей за ушком бачу холен за ушком вот за ушком вот за ушком сделай мордочку красивую а это шейку не дает когда они смешно бывают шею когда вот за ушко вот за ушком любит очень вот тек вот урна сразу я ей ей моя Дуся моя Дуся а она с Вами не засыпает допустим если Вы на кровати сидите на колени а вот полежать спать приходит сюда нет полежать и даже газету почитать это не вариант Дуси Это вот только бегай, смотри, чтобы вредина когда-нибудь не залезла. Она утром не дает мне кофе пить. Я постою в пол-шестого, ой, в пол-пятого, она уже все ждет. Гулять. Гуляет со мной, кофе пьет на кухне. Я с работы прихожу, вот она меня опять встречает. Скажи, святое дело, скажи, мать, встретить. За ухом, скажи, она, я же тебе говорю, за ухом чеши, она же показывает. Вот, скажи, за ухом-то меня чеши. Я же тебе говорю, что это за ухом показывает. Я уже, скажи, тебе подставила, ты не соображаешь, что надо делать. Ты смотри, бью в морду. Ты смотри, какая-то маленькая. Ты так хочешь, скажи, снимай. Можечки, ты смотри, такой смешной. Может, так не делаешь? Нет, вообще, даже ни одной лице. Ну смотри на эту. Все, аж перекосопочилась от счастья. Дусь. Дусь. Скажи, что ты такая, где-то показываешь непонятная? А? Скажи, я еще и на зуб попробую. Да. А я, скажи, я не боюсь. Скажи, что ты думаешь? Ну, носом туда мы сейчас понюхаем. Вот он, нос мой. Вот, пожалуйста. Вот он, пятачок. Скажи, совершенно очень. Не даете, скажи, мне поспать. Я тут собиралась. Она, если хочет, она ни на кого смотреть не будет. Да, она смотреть не будет. Она барышня со своим характером. Она развернется и уйдет. Вот я скажу, выйти хочу, скажи. Вы отойдитесь, скажи. Все? Передумала. Я уже, скажи, поспала. А, ну да, перекопала, как Люся, перекивала, подвинулась. Я говорю, Дуся, ты не шиншилла, ты мышь. Она когда смочется, за ухом ее чешешь. Я как мышь, когда мышь. Я где-то на форуме читала, как это шиншилла и свинки были. Она шиншилла в тайком приходила, свинку долбала в голову. И не могли понять, откуда ранка. Потом увидели шиншилла. И одна такая с форума пишет. Какая у вас злая пыльная мышь. Злая пыльная мышь. Это пешеная мышь. А как улья, вот все, ложится. Вылетают сами? Нет, я пылесоса. Убираешь, да? У нас есть такое средство пылесос, которого шиншилла не боится. Только мама боится, что я ее туда засосать могу. Я начинаю убирать. Она приходит и вышла отсюда. Это мой дом. А чтобы вот вообще наполнитель почистить, она вообще не дает. Даже если гулять будет, она... Она привернется, она будет требовать, что я... Причадно тебя ругать. Да, что верни клетку на место. Собственник ты, пушистый. Ну да, вот метелка вон лежит. Так-то вот периодически пытаюсь. А так... Нет, у нас вечером... У меня пылесос, она гуляет. Я так... Ага, ушла. По-быренькому, да? Да, по-быренькому. Аначе она выгонит меня. Ты такая хозяйка, да? Ну, свои порядки. Мать тут навела, подняла, все выезла. Она сено разбросала. Она у нас на полке соль вообще не выписывает, да? Нет. У нас туалет. Ну, молодец. А у нас тут кто-то вот из них... Прям не всегда. Нет, у нас, вы увидишь, Лена все... Чудя, я же вижу, полки как новые. Ни разу не писанные. Вот мы и хотим селать потом... Ну, попозже с витриной селать. Это наоборот перекрутилось? А, ну, а вот у нас вот. У нас и есть тут бармалинчик. Веточки грызет. Они потом так смешно сгрызают. Я не знаю, как все будет или нет. С концов. Вот они как острые пикины. Все полностью, да? Все, расскажи. Эта ветка готова. Такую же, все. Грызите сами. Ну, она вот каким-то образом все равно умудряется вот эти вот лестницы все разбросать. С грохотом. А, тут она снимает? Да. Там такой грохот стоит. Что-то как-то головой поднимает. Наверное, я не знаю. Но она приходишь и вот так вот. Вот. Бурелом. Особенно она злится, когда колесо блокируешь. А-а. Если колесо заблокировал, пришел, значит, все. Утром будет разгром. Она все дубины вышвырнет сюда. Вот эти палки. Она каким-то образом умудряется все попросовывать, нам повышвыривать. Угу. Но она спать все равно не даст. Я сегодня ночью уже встала, я говорю, так дусит, все. Хороший. Я говорю, хватит, говорю. Матери рано вставать, говорят, ты спать не даешь. А этим не гремит? Нет. А то я знаю, что сенсилы бывает вытаскивают. Но кто соображает? Вот эту и таскают по клетке, бросают по полкам. Нет, мы ее привязывали вначале с боков. Была привязана. А мне же надо ее помыть, поменять езерную. Я говорю, Саша, сними обратно проволоки. Но тут-то мы ей основательно посадили. Мне нравится, что она писает в этот маленький туалет. Да, туалет у нее. Молодец. Вот сейчас пришла с работы, выкинула, чистая. Ну, сюда, тут чистенько, там бегает. Ну, какашки-то не будут везде сыпаться. Тут прям сходила, выбрала себе туалет. Молодец. Это я ее выбрала. У нее был двойной, ее родной. Там была и кормушка, и туалет. Я его, короче, вышвырнула. А это бывшая зямина миска. И как раз под ее толстую попу пока она нам подходит. И как-то все она вмасивается с туда сесть. Она садится, да, как кошка садится, сделала дела и понеслась дальше. Какая молодец. Тьфу-тьфу-тьфу на тебя. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Умничка такая. Прям не хлопот, не забот. Ну, и радости, конечно, много. Ну, вот маме, скажи, носился. По ночам, да. Нет, ну, если комната закрыта, все равно слышно, да, она сильно. Она тут с такой скоростью бегает. Я даже не знаю, как, откуда она такую скорость берет. Тут стоит такой грохот, мне кажется, что скоро соседи придут. Да ты че. Это вообще просто грохот невыносимый. Вот именно в середине. Да. Она залазит туда, я не знаю, что она там делает. Но она бывает еще делает развлекаловку. Она туда затаскивает камень. Да. И начинает вместе с ним домик. А с камнем крутится. Ну, если бы заблокировать колесо, то подтише, да? А она вообще туда тишина, ее не слышно. А ну, блокируйте, мам, ведь. Ну, че ж теперь делать? Пусть попсихует, ну. Ну, вот, когда Дима это сняла, она, конечно, тут лужу сделала с психу. А я говорю, не надо, я говорю, Дима, ее снимать. Я говорю, ты там лежит палка специальная, я говорю, ты блокируй ее. Ну, да. Я не собираюсь этого сговаривать. Он заглочит. Уйти, 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 уйти все. Ничего себе, прям в рюмаху целую. Нет, скажи, тут... Половинка была? Меньше половинки. Меньше половинки. Все, все. Это от простатита, да? А у него не простатита, там что-то простата увеличенная, я не знаю. Короче, сказали... Сказали, не пойми, от чего, да? Да, сказали давать для мужиков медный всадник. А прям, боже, человеческая? Да. Ну, по отзывам, видно, очень хорошая. Да ты че? Простатит. Туя, это человеческая обзека, да? Ну, сколько пишут отзывов, очень хорошая, что это. Вот какое-то вот чудо просто. Ну, вот Томас был спокойный. А это шилопопа. Это вот посидеть не даст. Вот так, скажи, я. Задние лапки скидут. Смотри, что ты. Она мне вот в гамаке нравится, когда свешивает их. Окройчика свои. Так иди в гамак-то, чуча. Скажи, там вы меня плохо будете видеть, я сплю на людях. Я не могу с ее лап. Лопатуны. Ушки всегда холодные. Ну, у вас не жарко, кажется. Такие вот умные же, все понимают. Ой, наша вообще все понимает. Я говорю, только что сказать не может. Вроде вот, ну, как бы из диких зверей, из дикого леса, можно сказать. Вот она меня порвожает, встречает. Слышит, наверное, что, что идешь. Да. Она на голос мой отзывается хорошо, идет. А передняя, так скажи, под щечку положила. Так интересно, там где-то прямо у нее. И пофигу, и будет дальше спать. Угу. Мы бы секунды так не подорвались, когда мы бежали там, ааа, караул. Все в шоу. Не, скажи. Ну, не могу. Ей нравится, скажи, качайнее. Мало. Человеческий детеныш. Что, у вас каникулы всегда, да, пораньше? Вы только детей кормите или садики тоже? Нет. Только школы, да? Да. Ну, классно. И это все в рыбоборнице. Угу. Ну, полуфабрикаты делаете, туда отвозят потом, да? Угу. А борщи они сами варят, вы только полуфабрикаты, да? Ну, да, картошка чищенная, вакуумированная, морковка, свекла. Сырое или заваренное? Сырое. Все сырое туда. Только чищенное вареное. А и вакуумируете там? Это с такими, ну, ему костями пакетами вакуумируют? Нет, там по 3 килограмма. Все равно, это с большим пакетом. Вакуумные такие. Короче, им там ничего не надо, только все закидало, у кого у нас у фантазии хватило, ну, да, по ротно. Ну, там шинкованные бывают, они просят капусту, там, лук, морковка. Для ленивых? Ну, да, и без шинковки еще много. И ты резать и все там, да? Или машинами резут? Нет, машинами. Руками не резут. А лук, когда машина резает, не плачет там весь коллектив? Плачет. Особенно, когда его надо начистить еще. Машину вот пропустила, а потом надо его еще ножом зачищать. Ну, вот эту вот, жопу вот эту убирать. И когда его там по 700 килограмм лука, а бывает по тонну, я помню, ну, пока где-то тоже в столовую нас послали, мы лук чистили, я на всю жизнь запомнила, там, обрыдалась. Ну, мы так-то, если вот во второй смену ходим на помощь, а так я не успеваю, потому что я на мясе, на котлетах. А у каждого свой, ну, а если есть свободное время, то кому-то помогают. Помогаем, да. Ну, а так, нет, мы вообще разделены. Просто целый день чистишь, чистишь эту свеклу, да мы приходишь, мы приглашаем свекла. Да ты приходишь, мы приглашаем морковку. У меня котлеты приглашают. Алина по-настоящему котлету вот здесь шлёпает. А смотри, во сне, как и ребёнок. Чё там у тебя снится, крейсер Аврора? Чё ты там чавкает во сне? Соску дать? Слышите, Каврик. Тебе соску дать? У тебя там енота нигде не завалялась. Вино тебе? Енот. А, енот, господи, убил, он с тебя енот. Нет, вину я уже лет 20 не буду. Нет, енот не завалялся. Тебе енот нашел? Да, нет. Хватит, пожалуйста, он щелет. Зявый и шуршилый хватит. Ты ещё енота хочешь приглашать? Ты знаешь, что енот это просто катастрофа в квартире. Он вам откроет всё, он выкинет все шкафы. Это будет караул. Я живу со своей женой. Я привык катастрофу. Тебе уже ничего не страшно? Елена, после тебя он ничего не боится. Не надо на меня наговаривать. Я ещё мирный человек. Ну, иногда. Так что это... Не наговаривай на жену. Я просто видео смотрела про енотов, что они вытворят. Они вот так по верхам, они всё в кухне, все вот это вот крупы, всё заходят, в водополу сыпется. Это хуже кошки, хуже, я не знаю, как бы. Это просто им надо большую клетку огромную. Только в этой клетке, если их дома держать, полкомнаты ещё для енотов. У меня огромный гараж, 120 квадратных метров. А, ну там угол можно выделить. Кстати, они холода не боятся, еноты. Ну, чтобы сильного холода. Не, сильного боятся, только усырить. У меня ниже к распяти не отпускает. А, ну, хорошо, будем искать вам енота. Тем более ты же в гараже постоянно бываешь. Ну вот, приятель, приятель, приятельница. Нет, ещё енота не хватало. Вот это его будет енот. Это что такое вообще? Это Юрик. Где вы его взяли? Подарил кто-то? В интернете заказал. А прямо вот то, что заказали? Да, получил. Боже, вот и стрелях. Юрик, а побольше был Толик. Вот так. Мышка. Я скажу, ваша мышка. Довольная мышь. Мышь. Мышь.